Может быть это 7 градусов, ну хотя 90 это там как-то слишком, но на этой операционке я не майнил, вот, но эту карту я вставлял в сборку, на которой, то есть получается я майнил, получается я майнил. Майнил. Майнил, майнил. Привет всем, на связи МК. Мы живем в нелегкие времена, все кому не лень майнят, видеокарт нет, с процессорами AMD дефицит, консоли продают перекупы с DNS. В общем безобразие. Но мы живем в капиталистическом будущем и решение проблемы есть. Сегодня глянем на спорткар, на котором 24 на 7 без разбору топили и который сменил нескольких владельцев. Посмотрим, помечтаем и посчитаем сколько он стоит. Компьютер дроид с дисплеем глазом на передней панели. И вот такие ПК теперь актуальны. Сейчас они стоят таких же бешеных денег, как и самосбор. Этот робот, MSI MacAges, тюнингованный мощный компьютер, просто комбо в текущем положении в стране и мире. Разумеется, это очень дорогая игрушка. Если вы ищете игровой ПК за 40К, это точно не ваш вариант. Это сейчас как наличие яхты среди миллионеров. Не знаю, с чем ассоциируется внешний вид у вас, мне напомнило что-то из Робокопа. Наикрутейшего фильма моего детства, который я смотрел еще по кинескопному телеку. Но взяв его в руки, понимаешь, что пластиковый мир победил, а с роботом надо бы поаккуратней. Большая часть внешних элементов из пластмассы маркой на глянцевых элементов, под которой прячется металлический кейс формата мини-тауэр. Разумеется, несущие конструкции, например, амортизирующая нога с колесом, выполнены из металла. Как и полагается игровому ПК за много денег, светится буквально все. Подсветку можно настроить. Самый заметный атрибут Эйджеса, огромная круглая кнопка спереди, по умолчанию регулирует громкость в системе. А на экранчике нет ни Владимир Владимирович, а анимационный дракончик. Разумеется, картинку, как и действие, можно поменять в драгон-центре. Штука занятная, можно контролировать загрузку процессора, температуру, включить авторазгон и даже вывести погоду. С обоих сторон на корпусе есть откидные рога для гарнитуры. В нашем случае это качественная креатив SX5 Gamer с поддержкой SuperX5 за 12К, которую я подарю за лучший комментарий. Тему объявлю по ходу ролика. В прошлом выпуске 6 мифов о домашнем майнинге, где мы поясняли за крипту. Нам понравились вот эти два коммента. Они получают M.2 SSD и 16 ГБ ОЗУ. Так что смотрите внимательно. В общем, внешне ПК выглядит круто, спору нет. Но куда важнее, что и как там внутри. Не каждый день есть возможность заглянуть под капот ПК ценой в 8000 дошиков. Давайте посчитаем, сколько будет стоить похожий в самосборе, как мы уже это делали с мини-ПК MSI Trident X. Такой корпус, понятное дело, вы не купите. И наперед нет Ян, этот болид стоит не 200 и даже не 220К. Сначала сбросим пластиковую броню слева. Тут контроллер подсветки, дефолтный вентилятор, охлаждающий чипсет и два отсека под накопители. А вот под броней справа уже интересней. Откидной радиатор водянки, за которым прячется наш процессор Intel Core i7-10700K с 8 ядрами и частотой до 5,1 ГГц. Для игрового ПК, как по мне, этого камня будет за глаза. Цена 10700K сейчас с около 32 тысяч рублей. Охлаждает его двухсекционная водянка Mac Core Liquid 240R за десятку, тоже от MSI. В достаточно требовательном тесте Cinebench R23 он работает на частоте 4,7 ГГц и греется до 63 градусов. При этом он набрал порядка 11,5 тысяч баллов. А это на минуточку уровень флагмана предыдущего поколения Core i9-9900K. В общем, MSI не сэкономили на охлаждении. Двухсекционная водянка отлично справляется с этим процессором даже в жестком тесте. Так что при желании можно побаловаться разгоном. Разумеется, интересно сравнить прогресс за поколение. У меня тут как раз стоит 9700K. Он тоже восьмиядерный, работает на схожей частоте в 4,6 ГГц, но при этом не имеет гиперпоточности. Как итог, он набрал порядка 8,5 тысяч баллов в Cinebench R23, то есть на 30% меньше. Достаточно неплохой прирост за поколение. А вот с одноядерной производительностью у них почти паритет, около 1200 баллов. Оно и понятно, Intel архитектуру 5 лет не меняла и частоты у наших Core i7 схожи. Вот и получается, что в однопотоке прироста нет. Режим в Dragon Center стоит на производительность. Я думаю, тут и так всем понятно, что такой ПК потянет все онлайн игры на ультрах в 1100 фпс, а вот в тяжелых проектах протестируем чуть позже. Больше всего интересуют именно температуры. Внутри у нас стоит 32 ГГц оперативы двумя зелеными планками Samsung по 16 ГБ на частоте 2933 МГц. Еще есть два свободных слота. А что касается не самой высокой частоты, плата на чипсете Z490 отлично позволяет ее разгонять. Хотя мне кажется, такие ПК берут люди, которые не особо хотят заморачиваться с разгоном. Что касается самой платы, мало того, что она тут воткнута вверх ногами, так еще и ОЕМ. Точных данных, что это за модель, нет. В природе такие мини-платы с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth стоят у MSI порядка 15 тысяч. Но прежде чем перейти к самому редкому видеокарте, пробежимся по накопителям. Тут аж 2 терабайтных NVMe SSD от WD, объединенных в массив RAID 0. Это дает немалые 3-3,5 ГБ в секунду на чтение и запись в тесте CrystalDiskMark. Очень хороший результат. Под цифровой мусор снизу спрятан еще 2 терабайтный HDD. Переходим к гвоздю программы. В видеокарте мученицы. Сейчас объясню почему. Тут у нас двухвентиляторная MSI RTX 3070 Ventus 2X, которая с завода получила небольшой разгон. Расположена она в собственном отсеке, длина карты всего 23 см, а места хватит, чтобы воткнуть даже 33-сантиметровую балду. И вот тут тот случай, когда размер все-таки имеет значение. В фурмарк без всякого разгона спустя час карта прогрелась аж до 92 градусов. И при этом 93 это критическая температура. Я было подумал, что это все из-за небольшого пространства, но нет. Если открыть крышку, то температура падает буквально на градус. При этом в комнате не жарко, 24 градуса. С учетом того, что другие версии RTX 3070 греются обычно меньше 80 градусов, к карте возникли вопросы. В закрытом где-то 85 она выдавала, то есть 84. Понял тебя, Ян. Ну я сейчас выну ее. Вот, посмотрю, может быть термуху поменяю. Хрен знает. Может это заводской брак какой-то. В общем, я решил разобрать видеокарту и посмотреть. Возможно, проблема в термопасте. Ее пора бы поменять. Но нет, она была вполне свежей и густой. Видно, что не скупились. В общем, котихов обнаружено не было, что достаточно странно. Но я уже все раскрутил, придется обновить. В этом нам поможет Борис с МХ4 и Чим-Чим. Вода питьевая, исправленная с перпетиловый люкс. Аккуратно сотрем все это трехслойной бумажкой. И что мы видим? Нормальный чип после чистки должен блестеть, как корабельная рынка. Наш чип выглядит, словно его пошоркали объезжа. А теперь давайте подумаем. Этот ПК ехал только ко мне два месяца. Он повидал нескольких блогеров, в том числе за бугром. В разговоре Шелест сказал, что майнил на ней всего пару дней, а ПК пришел уже без части болтов, а карта и вовсе не была подключена к Питалову. К тому же, судя по диффузии термопасты в кремниевый чип, майнил не только Шелест. Карта явно страдала. Всего за несколько месяцев, при явно высоких температурах, он буквально впитал в себя кремний термопасты. Ладно, посмотрим, что будет. Капнем новый хладомази, возвращаем все в исходное и, о чудо, Arctics MX4 практически не помогла. После часового теста в фурмарк, карта все еще нагрелась почти до 90 градусов. С учетом того, что в майнинге нагрузки будут схожие, я еще раз предупреждаю о том, что нужно трижды все взвесить, изучить настройки и подумать, прежде чем лезть в шахту. Все мы знаем, что RTX 3070 далеко не самое топовое решение. Есть еще RTX 3080 и 3090. Хотя, конечно, те, кто сейчас сидит на интегряшках и переживает бум, поперхнулись. Кстати, про интегрированных геймеров у нас вышел свежий видос, можете потом глянуть. В любом случае, 3070 выступает на уровне предыдущего топа 2080 Ti и способна на ультрах, Full HD и 2K потянуть все с хорошим FPS. Еще бы. А вот 4K карточки уже не по зубам. 8 ГБ видеопамяти маловато. Да и настройки придется снижать к высоким. Но стресс-тесты на то и нужны, чтобы уничтожать. Посмотрим, что будет дальше. Для начала рендеринг видео в Adobe Premiere. У меня как раз система, которую можно назвать предыдущим поколением. 9700K, 32 ГБ ОЗУ и видеокарта RTX 2070. Иными словами, все железки такого же уровня, что и у новинки, но на одно поколение старше. И разница между системами в обработке видео видна сразу. Мой старичок справился с 10-минутным роликом за 5 минут 43 секунды. А робо-пк сделал это на одну минуту быстрее. То есть прирост в 20%. В 3DMark Time Spy на стандартных настройках графики видеокарта выдает царские 12800 баллов. С учетом того, что это достаточно жесткий тест и большинство игр нагружают видеокарту меньше, хорошо видно, что RTX 3070 отлично с ним справилась. Тестить игры будем в необычно узком разрешении 2560 на 1080. Вместе с еще не появившимся в продаже 29,5-дюймовым игровом изогнутом мониторе MSI Optic Mac 301 RF с 200-герцовой Rapid IPS матрицей, которую мне прислали комплектом. Настройки графики, естественно, выкрутим на ультра. Начнем сразу с Crysis Remastered. Знаете, что в багованном ремастере Crysis'а есть настройка Can It Run Crysis? Да, короче, надев BDSM костюм, наша карточка выдала средний FPS в 1.5к почти 30 кадров. На максимальных настройках игра выдает нестабильные 60 FPS, и мои опасения подтвердились. За 40 минут игры карта нагрелась до 185 градусов по Фаренгейту или 85 по православному Цельсию. До троттлинга дело не дошло, но нагрев неприятный. Да и шумит карточка неслабо. Оно и понятно, ремастеры ребята из Crytek делали явно левой ногой, и про оптимизацию забыли, как и их коллеги-поляки. Поэтому говорить про высокий, редкий и очень редкий FPS не приходится. Что там есть еще из топового? Например, RDR2. Красивейший симулятор гангстера на Диком Западе, который даже попал в учебники истории. Разумеется, раз уж у нас быстрая RTX 3070, ставим ультра настройки и 2Х на сглаживание MSAA. В итоге получаем кинематографичную картинку и больше 60 FPS в среднем. Причем просадок 0.1% FPS low ниже 30 нет, так что игра идет плавно. Assassin's Creed Valhalla. Мне повезло, ибо карта грелась выше 80 градусов, и в эту самую Valhalla с отвалом она все же не попала. Иначе я бы сделал обзор и еще бы остался должен половину своих денег. Что касается FPS, тут все ожидаемо. Выше 60 кадров, все плавно и красиво. Окей, теперь когда мы поняли уровень производительности, остался последний вопрос. А сколько все это счастье будет стоить, если собрать такой ПК самостоятельно? Но прежде чем начать мечтать, конкурс. Напишите, с чем у вас ассоциируется дизайн этого ПК. Самый креативный комментарий получит игровую гарнитуру Creative SX5 Gamer. Итак, считаем. За Core i7-10700K придется выложить не меньше 33 тысяч рублей. VM-ная плата на Z490 чипсете походит на MSI-MPG Z490M Gaming Edge Wi-Fi. Еще пятнашка. SVO – 10 тысяч рублей. Для процессора в стоке она кажется избыточной, но поверьте, в разгоне она точно пригодится. ОЗУ – 16 тысяч рублей. За 2 быстрых терабайтных SSD и 2 терабайта HDD еще 25. Кстати, майнеры уже начали фармить на накопителях. Новая крипта ChiaCoin от создателя BitTorrent позволяет это делать. В Гонконге уже все скупили. Ну да ладно, скоро это все закончится, вот увидите. Теперь самое печальное – видеокарта. Попрошу убрать от экрана беременных детей, женщин и особо впечатлительных. Ибо за средненькую RTX 3070, нормальная цена которой около 50 тысяч, придется отдать 130 тысяч рублей. Да, именно столько должна стоить RTX 3090, цена на которой приближается уже к 300. Остаются два компонента – блок питания и корпус. За блок питания на 750 Вт с золотым сертификатом в лице MSI-MPGA 750GF придется отдать около 11 тысяч. Да, майнинг поднял цены и на БП. В итоге, без корпуса такая система будет стоить порядка 230-240 тысяч рублей. Сколько сейчас стоит этот робо-ПК, не знаю, когда вы смотрите это видео, вы можете узнать по ссылке в описании. Ценник для каждого региона свой. От себя могу сказать вот что. Комп, конечно, крутой. И если вы сын депутата, или у вас просто много денег, и при этом вы хотите что-то необычное – берите. Но сначала убедитесь, что комп новый, и на нем не гоняли без разбора хешрейт. На этом все, друзья. Не забудьте написать комментарий и лайк, если зашло. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok